Нет ничего хуже, чем грести на месте, рассказывает чемпион мира по гребле Индор Александр Визовкин. Тренажер не лодка, нет тех ощущений покорения стихии, как на водном канале. В спортзале приходится сражаться с самим собой и с долями секунды. Визуально не видно, кто лидирует из соперников. На табло высвечиваются только результаты гонки, отставания в секундах. Сил не жалеешь, приходится выкладываться на все 100% и немного еще, чтобы победить. Первая гонка очень меня разодорила, разозлила. На вторую гонку я максимально хотел подойти в лучшей эмоциональной и физической форме. И поэтому был настроен очень серьезно. За медали чемпионата мира в Париже по гребле на тренажерах и имитаторах лодки сражались более 3000 спортсменов из 52 стран. Тольяттинец Александр Визовкин выиграл золото на дистанции 2000 метров, а месяцем раньше в январе стал чемпионом России. Вторым в мире стал швейцарец Бернабет Делларзе, третьим француз Мэтью Андродиас. Сейчас были во Франции, где Александр выиграл чемпионат мира. Это при том впервые за всю историю России. И очень приличный результат показан. Незадолго до этого он поставил рекорд России 5.40, о чем даже ему влечен сертификат. С чемпионом мира встретился областной министр спорта. Это вторая аудиенция. В августе 2017 года Дмитрий Шляхтин уже разговаривал с Визовским и его тренером. Тогда была обозначена просьба о дополнительной поддержке. Позже Минспорт Самарской области купил кандидату на Олимпиаду, современную лодку, два дорогостоящих грибных спецтренажера. Оплачиваются тренировочные сборы, экипировка, поездки на соревнования. Визовкин получает ежемесячную стипендию губернатора и зарплату. Все просьбы и все желания тренера были на этот период решены. Постановка вопроса Дмитрия Игоревича Мазаровым – это все наши спортсмены, все ведущие спортсмены, вся моя перспективная молодежь должна оставаться в регионе и потом переходить уже после завершения всей спортивной деятельности, карьеры, учебно-тренировочный процесс. Впереди у Тольяттинца два международных старта на воде по академической гребле и только потом Олимпийские игры. Тренируется сейчас Александр Визовкин на водной спортбазе в Азербайджане. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.